Мы были как-то пытаться влиять на ситуацию именно в Украине до выбора президента? У нас есть вся наша оппозиция, она тупо невменяема. Без мозгов. Это люди, которые больше всего хотят власти, денег и уровень мышления у них как конфузория туфельки. Поэтому ими очень легко манипулировать. Как деньгами, так и влиянием. И они за то, чтобы хоть немного поцарапать рейтинг Порошенко, Турчинова и действующей власти, которые готовы на продажу Украины оптом и частями. Недовольство народу очень большое, потому что не так быстро идут реформы, как они идут, как им все хотелось бы. Хотя по словам Бальцировича они идут в два с половиной раза быстрее, чем в самой Польше. И украинский народ, он не очень умный, очень неумелый и очень истеричный. И это очень легко использовать. Поэтому их накачивают, они готовят на осень импичменты, перейпичменты, очередные Майданы, Перемайданы. Все это управляется, все это направляется. Они сами являются инициативщиками нашей оппозиции и готовы на все, чтобы рейтинг Порошенко завалить. Ну как бы хрен с ним всем Порошенко. Но Порошенко по совместительству сейчас верховный главнокомандующий нашей воюющей страны. Понимаете, да? Поэтому они валят не столько Петра Алексеевича, как личность, а они как главу политической силы, они валят верховного главнокомандующего. То есть прямо работают на врага. Прямо работают на врага. И Россия это прекрасно знает. Россия это в значительной степени организовывает. Она подхватывает любой протест, любой намек на протест. Она что еще делает? Она раздувает специальный протест там, где может. И главная ставка россиян, это на развал внутренней ситуации у нас, на усложнение внутренней ситуации. Их задача ослабить нас внутренне, ослабить внешне, ослабить экономически, организационно. И потом сослабленная Украина гораздо легче иметь дело, например, дальше ее поглощать, либо дальше приводить ее в нейтральный статус, торговаться с ней за нейтральный статус, за не вступление в ЕС и НАТО, что является их ближайшей целью геополитической. Чем нежели с сильной Украиной, которая единым фронтом выступает, отмобилизована, готова бороться с агрессором и так далее. Поэтому их основная ставка на раскачку ситуации изнутри. А у нас противоречий очень много. Центр регионы, патриоты, ватники, власть-оппозиция, восток-запад, что еще? Куча противоречий, да? Играя на здоровье, на всех возможных противоречий. И они играют. И очень много людей добровольными помощниками-служителями. Это как в ВКонтакте. Помните, мы с вами обсуждали? 13 миллионов придурков, которые говорят, вот вы меня лишили права. О том, что его страна воюет, и если ты будешь дальше сидеть в ВКонтакте, то это приведет к негативным последствиям. Для тебя же, в конце концов, до тебя доберется. Например, тебя отмобилизуют и отправят в армию, потому что ты когда-то долго сидел ВКонтакте. Они не думают, потому что мысли у них короткие, как у Буратино. Они являются Буратино без значительной степени. Что нужно констатировать? Очень много воплей стоит. Власть плохая, власть плохая, власть плохая, власть плохая. Бизнес кричит, народ кричит, оппозиция кричит и так далее, и так далее. И это пришло в гавканье, перешло в такой вот масштаб, что я внимательно смотрю на тот же бизнес, на всех этих экономистов, на все остальные. 70% своей безалаберности, неумения, безможности и неспособности нормально бизнес-сорганизовать списывается на злобные репрессии режима. Ты его выбрала? Ну, они ведь тоже влияют. А где они, эти репрессии? Покажите мне. Другом капитал, обыски. А что там произошло? Кого там обыскивали? Офисы, сотрудники, техника. Кого? Чем занимаются? Прессорами кого? Чем они занимаются? Инвестиции. Инвестиции. Может быть, у СБУ были основания для этого, мы же не знаем. Нет. А может быть, нет. А кто может установить? Человек, который репостнул в этом самом Фейсбуке, он знает… Ну, к сожалению, у нас нет всей информации, чтобы сделать Да, он знает, вот именно что. Так вот, вопрос в том, что все эти продвижения идут по раскачке ситуации внутри в места, где нет информации. Люди занимаются домыслами, да, и эти домыслы направляются. Это методы работы. Так все организовано, понимаете? И… Как это… То, что у нас все трактуется не в пользу власти, однозначно. Это очень большая заслуга российских спецслужб и огромный недостаток украинского менталитета. Огромный недостаток. Ну, понятно, откуда он взялся. Четыреста лет нами правили те же россияне там и все остальные, да. У нас чужая элита была. Всегда мы дули в кармане крутили. По привычке крутим своей родной власти. Ну, и самая лучшая власть. Она делает… Мне кажется, в интересах российской пропаганды все сейчас обвинять именно Россию, да, о том, что украинской власти тоже в чем-то выгодно война на Донбассе. Там есть несколько направлений этой пропаганды. В том числе… Мы сейчас говорили о том, что она обвиняет российскую власть. Кроме того, еще одно направление это сделать… Вернее, украинскую власть. Сделать так, что Украина вот… Государство опасное для своих соседей. Для всех людей, которые сюда приезжают. Помните, какой вопль подняла патриотическая общественность украинская, безмозглая, по поводу выступления Максаковой на возможном… О, да. Блочный власть. Знаешь, мозгов же нет у людей, да, они не понимают, что заданием ФСБ специально прописанным, это доподлинно известно, является объяснение российской оппозиции всем тем людям, которые в России нам сочувствуют, хотят помочь, что Украина опасное место для украинской оппозиции. Что не российские спецслужбы достанут здесь, как Воронкова, а убьют сами украинцы вас. Они вас там ненавидят, нельзя сюда ехать. Понимаете? И все остальное. А украинская власть тоже недорабатывает. Она презирает народ, я вас уверяю, презирает. Из-за людей их не вполне считает. И имеет на то практически все основания. Кроме того, кроме одного, что они все-таки люди. Украинский народ, активисты, общественные, все эти бизнесмены, все это бурление вовн патриотов и все остальное. Они как бы бестолковые, неумелые, безмозглые, эмоциональные, управляемые, нищие духом, но все-таки люди. А он там про народ? Про всех. Про активистов, про народ и так далее. Людей нормальных в этой стране, с которыми можно говорить, и которые понимают все, что здесь происходит, по пальцам двух рук можно пересчитать. Остальные, это остальное, ну не будем на себя показывать пальцем, да. Остальные, это вот несчастья, которые биткаются в своих несчастьях. Необразованные, бестолковые, без опыта. У этого народа власти нормально не было. Почему ему быть счастливым? Светочка, слава Богу, что у этого народа нет власти. Если этот народ придет к власти, я сбегу из этой страны, понимаете? У народа нет власти, у этого народа нормальной власти не было. А у кого есть нормальная власть? Вы в Сингапуре знаете такая история? Нет. Знаете, что происходит в Сингапуре, когда у вас внезапно родился второй ребенок, что с вами будет? Не знаю. К вам придет полиция и будет беседовать о контрацепции, посадит вас с мужем и будет рассказывать вам, что вынуждено идти. Это, конечно, неприятно, но это не самое. А что будет, если ваш трехлетний сын, там, восьмилетний сын нарисует граффити на стен? Цитирую вам статью этого самого Кирилла Данильченко, моего хорошего товарища. Он написал о реформе живого товарища. Вот я его просто цитирую напрямую, почитайте, очень хорошая статья. В Сингапуре восьмилетний мальчик нарисовал, у вас 1400 долларов штрафа и там ребенка чуть ли не в интернат переводят и начинают всячески репрессировать, его понят родители. Понимаете, у нас очень сильно развращенный народ. Очень сильно развращенный. Развращенный социализмом, отсутствием собственного опыта державности, по менталитету. Они хотят все и никак в этом не участвуют. Точно такой же бизнес, точно такой же все эти драггинг и птв и так далее, и так далее, и так далее. Наша власть делает одну единственную ошибку, она недостаточно жесткая внутри. То есть закрутить гайки всем и всех? Закрутить гайки для построения открытого правового общества. Хорошо, а ты же Сингапур не закрутил гайки? Очень сильно закрутил, да. И экономическое чудо все-таки там свершилось? Да, так вот надо закрутить гайки. Условием экономического чуда украинского является закручивание гайки. Потом вы тебе говорите, что за нарисованные на сцене граффити в Украине тоже штраф. Надо внимательно посмотреть за что эти штрафы. Нет, никаких противоречий нет. Есть такая забавная страна, как Израиль. В Израиле очень жесткие спецслужбы и очень хай-тековые государства. А почему так происходит? Власть жестко? Потому что спецслужбы сама по себе жесткая власть ничего не решает. Решает цель, для которой она жесткая. В Израиле строят открытое правовое общество. И спецслужбы жестко его охраняют. В России строят закрытое и не правовое общество. И спецслужбы жестко его охраняют. Там спецслужбы жесткие, здесь спецслужбы жесткие. В Америке очень жесткие спецслужбы. И они охраняют открытое правовое общество. У нас должна быть очень жесткая власть. Но целью ее должно быть не закрытое общество, не правовое, а волонтаристское. Кого хочу обыскивать, кого хочу не обыскивать. А защита открытого, принципов открытого. А теперь внимание. Кто может эту грань определить? Вот, наконец-то вы сказали эту фразу. Думал я ее сказать. Кто эту грань может определить? Кто профессионал? Разница между волюнтаристской властью, которая отшибает людям почки, неправедно, и властью, которая отшибает людям почки праведно, в один твит, как у Трампа. Кто может это определить? Я вас уверяю, народ точно не может этого определить. И бизнесмены все вместе взятые не могут определить. И все активисты реформы там не могут определить. У них мозгов не хватит это все определить. Это очень специфические люди, которые положили жизнь на то, чтобы охранять это общество. Вот мало кто понимает, что это такое военный или офицер спецслужб. Это человек, который ограничил себя добровольно, как монах, добровольно ограничил, ради того, чтобы защитить общество в целом. Понимаете, он может быть тупой, кривой, коррумпированный. Коррумпированный, между прочим, в царской России. Офицерская служба приравнена с апостольскому служению. Понимаете? Вы добровольно. Вот смотрите, что такое офицер? Он не может выехать ни в одну страну мира сейчас, кроме Египта и Торции. И то на таком количестве, даже отдохнуть с семьей. Вот жена хочет, дорогой говорит жена ему, свози меня в Париж. Он говорит, дулю тебе, детка, пока я служу, и потом плюс пять лет, я никому не смогу тебя отвезти в Париж. Является ли это крупной жертвой? А теперь берем военного программиста, который закончил Житомирский институт радиоэлектроники. Вот он мог бы зарабатывать на гражданке бешеные деньги, но он остается военным программистом, с зарплатой, от которой его же, программисты его же уровня и ниже, прикуривают. Он продолжает служить Родине, потому что, я же не говорю, мотострелка, которая там за танком бегает. Он там на гражданке себя сложно применить. Хотя я вам скажу, что из моего выпуска количество директоров и генеральных директоров зашкаливает просто. Командное училище все командовать умеют. Все, кто уволился, все генеральные директоры. А все, кто не уволился, командиры бригад и большие начальники других этих самых. Так вот, фишка в чем? А вот он, этот программист, сидит в вооруженных силах и программирует какой-нибудь долбанный программный комплекс какого-нибудь средства радиоэлектронной борьбы за зарплату в 12 тысяч гривен. Что такое 12 тысяч гривен для программиста, который вот сидит здесь? Копейки. Копейки, ничего. Понимаете? Он их тратит в месяц на обед в ресторанах, если они не в два раза больше тратят. Логично, он же жертвуется будет, этот человек. А кто должен контролировать власть и силовое... Что такое открытое правовое общество? Это общество, где ветви власти разделены и контролируют друг друга. Создан треугольник, контролирующий друг друга. Как в США и в Израиле. И вообще, в принципе, в Европе. Это и есть демократия. Проблема демократии не в том, что каждый может проголосовать. Например, в Дании могут голосовать только плательщики налога, все остальные ограничены. Представьте себе, что мы сейчас скажем, что только те, кто платит налоги. Все закричат «Зрада! Кровавый режим Порошенко!» Вот он, суперсовременная, ультрасовременная Дания. Она чемпион в мире по суперсовременным технологиям и внедрениям их в жизнь. Тем не менее. Сначала должны быть социальные условия беспечные, да? Нет, не должны быть никаких социальных условий. Должно быть просто четкое разделение властей. Демократия заключается в том, что законодательная власть контролирует исполнительную, исполнительную контролирует судебную, судебную контролирует законодательную. Когда этот треугольник работает, вот тогда в стране начинается порядок. И это надо инсталлировать не просто жестко, а крайне жестко, жестоко, я бы сказал, да? Добиться этого и потом бить по рукам всех, кто пытается это разрушить. Телефонное право, коррупция и так далее. Крайне жестко. Вот чем больше морды в стол, тем лучше для этой страны, я вас уверяю. Но с одной целью, когда это ради открытого общества. Открытого общества. Например, в Израиле есть такая процедура. Если террорист находится в режиме тикающей бомбы, в спецслужбе знают, что пошел человек заряженный на подрыв, то собирается комиссия из судей, командующая военным округом, и не помню, кто там третий, надо уточнить процедуру, они принимают решение о разрешении применения пыток. Пыток, бесчеловечный. Потому что нужно срочно получить информацию. Так уж если. Ну, а иначе что будет? Иначе он взорвется в автобусе, и потом будут детские кишки собираться с окружающих проводов. Вот они принимают решение. Это цена, понимаете? Это люди уполномоченные. Они специально прошли подготовку. Они воспитаны в этой системе. Они понимают, что они пытают не ради удовольствия, что это процедура. Они отвечают за эту процедуру. Действие будет, и каждое слово сказанное по протоколу решения будет проверено независимыми, такими же, как они, людьми, которые очень жестко настроены на выдерживание определенной социальной матрицы. Вот такое надо строить у нас здесь. Мы здесь заснулись, заснули в Европе, проснулись в Израиле. Мы будем в ситуации военной опасности в ближайшие 20 лет. Со стороны России? Со стороны России. У нас еще в Венгрии есть занимательная с Юзакарпатьем и так далее. Со всех сторон тоже есть военная угроза? Со всех сторон есть военная угроза. Венгерские националисты Юзакарпатья тренируются вместе с Венгерской армией, если вы не в курсе были. И направляются венгерскими спецслужбами, контролируются и направляются. И вообще в Украине гораздо больше военной опасности и ситуации, чем кажется просто отрывной России. У нас еще внутренняя безопасность не вполне налажена. Конкуртированная власть. Да, у нас естественный путь это через милитаризацию общества. Милитаризацию. Потому что нужно решить три задачи. Новое образование. Иначе откуда взять новых людей? Если люди будут оставаться такими, как они сейчас в Фейсбуке, мы пропадем. Новое образование, причем как детей и взрослых. Нам нужна научно-техническая революция. Новая, маленькая, украинская. То есть запуск высокотехнологичной продукции с большой добавленной стоимостью, которая включает экономику. Айти в том числе. Но не только. И нам нужно что еще? Нам нужна дерегуляция. Нам нужно спуск власти на места. Реальное разгружение верховной власти и отдачу на регионы, учитывая особенно всю их разницу. Все это делается через милитаризацию. Через милитаризацию. Потому что милитаризация автоматически запускает ВПК, даже самый тупой олигарх согласится с тем, что надо заплатить армии, иначе придется что? Отдать активы Путину и Кадырову. Понимаете, да? Вся его служба безопасности, все его бандиты вместе взяты эти тушки. Даже от одного батальона российской армии его не защитят. Понимаете, да? А это что? Высокотехнологичная продукция. Это продукция ВПК. Сразу оживают заводы, оживают смежные научные учреждения. Потихоньку втягивается вся страна, рабочие места, пятое-десятое. Это идет на продажу на внешний рынок, потому что Украина до сих пор в десятке. А кроме того, оружие, которое произвела страна, которая воюет, оно всегда выше ценится, успешно применяется. Затянуло это, начинает в смежные области втягивать. Потом можно на образование, потом можно на дирегуляцию, децентрализацию. Конечно, понимает. Понимает и более того, делает это все. У Порошенко две войны, внешняя и внутренняя. Он воюет и очень хорошо, внешне очень хорошо. Отсюда вот эти американские новые санкции, коалиция, поддержка. Это успех Порошенко? Конечно, а кто это все делает? И кто у нас определяет внешнюю политику в стране? Ну, давайте. Мне кажется, что здесь фактор Порошенко был внимательный. Подождите. Канадские военнослужащие и молдавские сами сюда приехали прогуляться по Крещатику на параде? Просто так захотели? Или как? Начиная с того, что он должен подписать разрешение на пребывание иностранных военнослужащих и иностранных государств на территории нашей страны. И заканчивая... Мы вначале сказали, что Запад начинает понимать, что Россия воет не столько против Украины, как против Запада. Как бы он это ни понимал, он не может сюда присылать своих военнослужащих, если мы его не пустим. Понимаете, да? Нет, безусловно, что он участвовал в этом, но это не его заслуга. А чья? Как Запад начал понимать? Сам по себе начал понимать? Им уже объяснять приходится этому Западу. Вводить их за ручки и показывать. Ну, вошел. Да, это комплексная работа. Но не один там Порошенко, а там еще Турчинов и вся банда, которая вокруг них, там аналитика, переаналитика, но это совершенно определенная политика. Что с внешней? Так с внешней все хорошо, а вот с внутренней войной пока еще не очень хорошо. Да, вот надо объявить настоящую войну. коррупцию и начинать наступать на нее. А теперь внимание, Порошенко сегодня выходит, становится на колени перед народом, на Крещатике и говорит, я понял, я жил как сволочь, воровал деньги и всякое такое. Я покаялся и буду теперь вас защищать, народ. Дайте мне карт-бланш на разрыв коррупционеров. Вот я сейчас нафиг порву всех. Что будет дальше? Народ зревет, все залайкают, репостнут, поверят в президента, слезы на глазах. Дальше, что завтра? Что делает Порошенко? Вот как бороться с коррупцией? Упс. Коррумпирована эта страна вся, а не только верховная власть. И вся наша страна, наша общая, у нас культура корруппирована. Начинается с уем в детском саду, с уем врачу, заканчивая тем, что украинец не страдает, что он не он прокурор, или он хотя бы не кум прокурора. Понимаете, это образ жизни. Коррупция это образ жизни. Вы знаете, что такое коррупция? Вот вообще определение коррупции, функциональное. Коррупция это любая попытка принимать решение на уровне, когда надо принимать за все общество, на уровне общего блага, в пользу одной из социальных групп. Как только речь идет не об общем благе, вот уже коррупция. Сразу. Вот калаймани, моему родыни, моему клану, моему цеху, моему будто добре, это уже коррупция. Понимаете, да? В ФПХшке между собой коррупция и так далее. В Грузии это же получилось скренить, да? В Грузии получилось, нет, в Грузии получилось существенно уменьшить коррупцию. Существенно уменьшить. Для этого сложилось множество для этого сложилось, да, множество факторов внешних и внутренних. А теперь за что судят за Саакашвили в Грузии? Почему просят его выдать? Ну, потому что он очень много жесткого. За методы, которые он применял при искоренении коррупции. Так что ж украинская... Так судят его кто? Нынешняя власть. Нынешняя власть. Так Порошенко тоже не в вечерном власти. Вот он сейчас начнет искоренять коррупцию, да, и вся его банда. А следующий его будет судить и просить выдать. Вы думаете, он этого не понимает? А что он для этого делает, чтобы этого избежать? А что можно сделать для этой ситуации, скажите, пожалуйста? Для этого надо пройти... Не искоренять вас? Надо пройти очень тонкую грань между борьбой с коррупцией, да, и законной борьбой, чтобы не было потом ситуации, когда реванш очень большой всех этих Юль победивших, у Поблока нового, там, и так далее, и так далее, после этого Порошенко уйдет даже после второго срока. Что получится? Начнется реванш. Будет отменяться все назад. Даже Трамп отменяет все, что он подписал Обама. Буквально он сидит и вычеркивает, да, и так далее. Это политика. А общество смотрит на это квадратными глазами. Но если общество, как на Западе, на это хоть как-то может повлиять, то у нас оно вообще безмозглое и практически без рычагового влияния. Понимаете, да? Поэтому это отсыл и харибра. Что предпочесть в ситуации, в которой находится Украина? Осудить двух невиновных или незаконно прилить к власти или отпустить 10 виноватых? Если мы по закону не можем доказать, что они виноваты, законные по злоде. То есть мы точно знаем, что они виноваты, но знать это одно, а доказать это другое. Как по мне, лучше отпустить 10 виноватых. Потому что держава не может сорваться в неправовые методы. Не может. Это гибель для Украины. Пролонгирована отсроченная гибель. Поэтому задача очень простая. Мы должны поставить себе целью строительства открытого правового общества и действовать открыто и правово. Потому что невозможно построить открытое право общество действуя неправово и в закрытом режиме. Понимаете, да? Поэтому вот здесь власть не дорабатывает. Она ставит себе эту целью. Она ставит целью ограниченный пакет реформ. И захват активов. Типа мы вас реформируем, параллельно забираем НПЗ, там, пятое-десятое, да? Ну, типа реформировали. Потому что там наверху тот же Порошенко и его окружение понимают прекрасно, что производственные силы не соответствуют производственным отношениям. Потому что страна уже вырвалась вперед, а система отношений в обществе еще старая. Это надо, разве надо ликвидировать. Иначе это потенциал чего? Вечного бунта или вечного недовольства и вечная работа россиян. Как бы, да, Буртинас и всех остальных. Собирали активы еще и разбогатели на этом пакете реформ. То есть они становятся и реформаторами, спасли страну и разбогатели. Вот их план. Они контрреволюционеры. Порошенко контрреволюционер. Он проводит ограниченные реформы. Понимаете? Но учитывая ситуацию военной агрессии, военной опасности, она нас спасла. Она нас спасла. Она поставила систему в историческую ловушку. Потому что они не могут не реформировать сектор национальной безпеки, потому что все их рашены позабирают Путина и Кадыров. Понимаете? Они должны обороняться. А для этого они должны затягивать людей с новым видением, с новым знанием и там позволять им реформировать по крайней мере сначала сектор национальной безопасности, а потом все смежные секторы. И там приходится действовать открыто, правово, потому что западные партнеры требуют, потому что логика войны требует, открытые правовые воюют более эффективно. И постепенно она сманывает и перемалывает вот эту коррупционную составляющую и так далее, и так далее. Но! Вопрос. А где взять этих всех светлых людей, которые хотят строить открытое больше? Пока что их съедают А вы уверены, что все эти люди светлые и хотят строить правовое государство открытое? Понятно. Но когда эти светлые появятся, их тоже будут так же. Поэтому ситуация очень сложная. И виноваты все. Каждый по-своему. Понимаете? Власть и общество не существуют отдельно. Вот эта ложная дилемма, она является следствием исторического пути развития Украины, когда власть у нас была всегда чужая. Надо понять, что у нас 26 лет уже наша власть. Все проклятые генералы, устраивающие котлы и жертвующие патриоты. Все проклятые циники, неправильную броню в БТР закатывающие. Вся эта власть, которая злобно не хочет бороться с коррупцией, это все наше общество. Это все мы. Нету мы и они. Это все мы. Все мы больны этой болезнью. Когда весь организм болен, ни одна система не может быть здоровой. Так что будет с этим организмом? А с организмом будет все хорошо, потому что чем меньше будем свариться внутри, да? Да. Вот есть границы, которые нельзя переходить. Нельзя становиться орудием в руках спецслужб. Там и неумных политиков. Вот удержись и не репостни. Какой-нибудь хрень непроверенную, понимаете? И нужно каждый на своем этом надо делать аккуратненько, тихонечко действовать так, действовать открыто и правово. Открыто и правово. Не совать доктору там 200 гривен, понимаете, тайком, а открыто и правово. Вот и все. Хотите дать 200 долларов? Вы 200 гривен доктору? Достаньте в открытую, положите, скажите, это моя благодарность вам, доктор. В один момент все перестанут так делать. А все не могут. На всех не надо рассчитывать. Это дело очень немногих людей, которые знают, что делают и делают в этой стране. Понимаете, да? Я могу сказать от имени этих людей, что народ, что активисты, прости господи, что власть. Это все одно и то же. И всех надо лечить, всем надо помогать, всех нужно немножко потолкинуть, всем нужно разъяснять.